Трениватель молока, ю-ху! Духи говорят да. Вот и все. Вау, как оно пахнет неожиданно. У Фикс Прайса есть недоброжелатели? Смотрите, что я нашла. Фикс Прайс нас будет долго еще радовать своими новинками. Вот это знаете что? Звезды говорят нет. Без сомнений, ю-ху! Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй. И сегодня у нас Фикс Прайс покупки новинки. Да, реально зашла в Фикс Прайс. Офигела опять от количества этих новинок. Блин, просто глаза разбегушки, забегушки. Я, блин, все набрала-набрала. И скорее спешу вам снять это видео. Кстати, первое, что я нашла, очень прикольно вот такая вещь для детей. Складывать вот такие яички. Они, видимо, складываются. Написано 3+, а еще написано развивает ловкость и моторику рук. Наверное, эти яйца выпадают из рук у детей. Давайте попробуем. Помогает изучать цвета, формы. В общем, здесь вот такие яички. Звездочка, например. Если мы складываем, то яичко, в принципе, держится, да, складывается. И вот все. Потом открывается. Мне кажется, что Дэнке это понравится. Он у меня любит такие вещи. И он уже... Я была удивлена, потому что я, помню, с ним играла. И он смотрел, допустим, на что-то, да, и он тыкал, например, сердечко. Он в квадратик, в кружочек, пока не подойдет. А сейчас он берет сердечко и видит, где сердечко, и туда кладет. То есть он не кладет в треугольник сердечко. Все прекрасно понимает. И я думаю, что ему вот эти яички очень понравятся. Треугольничек. Будет сидеть, складывать и разбирать. Он любит открывать, собирать. Плюс цвета, плюс вот все вот это. Мне кажется, это прикольная вещица. Шесть различных форм и цветов. Вот здесь написано. Короче, я это увидела и сразу бегом взяла. Еще также я нашла вот этот вот шар. Точнее, я его не искала и вообще его не планировала брать. Но я его увидела в экспрессе, лежит. И думаю, да ладно, ну давайте откроем, посмотрим. Да, может погадаем. Ну это такая, знаете, гадание какое-то такое. Несерьезное, мне кажется. Но опять же таки на удачу. Я помню, что фильм какой-то был с таким шаром. Где там парень все спрашивал, а в итоге потом... Что, по-моему избавился от этого шара. Короче, здесь вот такой шар. На батарейках или как? Господи. Какая прелесть. Тут что-то появляется. Без батареек даже. Так, подожди. Нам нужно задать, наверное, вопрос. А ну-ка, давайте. Без сомнений, духи говорят. Да, 20 возможных ответов. Стоит ли доверять рекламе? Меня повысят? Заказать пиццу на ужин. Короче, нужно вопрос, наверное, задать. Стоит 199 рублей. Кстати, да, фикс-фрайс дорожает. И уже по 199 рублей. Задавайте вопрос, увидите ответ в окошке. Я думаю, что надо задавать вопрос, на который можно ответить да или нет. Наверное, да? Попробуем, например. Я блондинка. Надейтесь. Не надейтесь. Не, ну по натуре я-то не блондинка. У меня русый цвет волос. Ладно, давайте. Сейчас мы записываем видео фикс-прайс. Духи говорят да. Я не вру вам. Блин. Духи говорят да. Слушайте, ну это реальная развлекушка. Открывается он? Посмотрите, из чего он там стоит. Не открывается. Ладно, давайте еще один вопрос. Купила ли я билеты в Европу? Купила ли я билеты в Европу? Очень вероятно. А что здесь очень вероятно? Купила? Ладно. Я вернусь в октябре. Я вернусь в октябре. Должно быть так. Конечно, такие вопросы, знаете, размазанные, размытые. Мой канал называется Селена Свэй. Мне кажется, да. Так, ладно. Я люблю смотреть сериалы. Не похоже. Вот и все. Я люблю смотреть сериалы. Короче, прикольная вещь. Это, я думаю, для неуверенных в себе людей. Вот если кто-то, ну, как бы не знает что, да, и думает, да, вот как скажет мой шарик, так и будет. Ну, вот такой шарик для этого. В общем-то, приколюшка прикольная. Кстати, мама у меня тут еще набрала. Говорит, покажи обязательно девочкам. Вот она в экспрессе берет вот такую соль. Вкусная соль, юдированная, 7 блюд. Она со всякими специями. Она вкусная. Она говорит, что у нее ни одно блюдо не обходится без вот этой соли. Ей даже здесь не хватает. Ой, пахнет. Пахнет вкусно, кстати. Классные специи. Ей даже не хватает здесь. И она вот купила мне сюда, чтобы когда она здесь готовит, вот такую вот соль добавляет. То есть она солит только этой солью, никакой другой. И класс, ей нравится. И еще она сказала, хочу, чтобы у Денни была своя ложка, была своя тарелка. В общем, она тоже в экспрессе нашла такой вот комплектик. Такая чашечка с лисичками-барашками. Ну, мы приучаем его уже пить со стакана. Вот такую нашла тарелочку с роботиком. Какая-то вот она детская. Все это китчин у нас здесь, фирма. В общем, как комплектик, да, подходит чуть-чуть. И взяла вот такие вот ложки. Я говорю, что такие ложки большие взяла? Ну, у меня еще маленькие, как бы чайные. Она говорит, а в садике ты думаешь, что, чайными ложками они едят? Такими десертными ложками. Ну, это небольшие такие десертные ложки. Тоже в экспрессе. Ну, думаю, для малыша, может быть, нормально пока на первое время. Посмотрим. В общем, она взяла, сказала, покажи. Я показала. Мам, я показала то, что ты взяла для Дэни. Так, еще, кстати, для специй. Вот давно присматривала эти штуки и решила все-таки взять. Вот они. Интересно, как они работают. Я всегда, когда специи у меня открыты, прищепкой потом защемляю. Но меня это так бесит. Мне реально хочется что-то длинненькое такое. Да, вот так открыла специю. А потом раз, защепила. О, кстати, классно держится. И легко открываются. Короче, взяла такие вот 4 штучки. Я думаю, что они пригодятся именно для специй. Потому что, как вы знаете, специи, они могут... Влажность может попадать. Они могут портиться. Поэтому они должны быть хорошо закрыты. Я взяла такие. Вот некоторые свои специи я уже сложила. Убрала прищепки. Вот, например, кофе. Он всегда должен быть плотно закрытый. Ну, лимонная кислота, гляндей, грецкий орешек. Класс. И красиво, и плотно. Так, появились носочки. Вот такие фикс прайси нежно-розовые. У меня такие вообще всех цветов есть. Вот я только что сняла кислотные. У меня есть сиреневые, ярко-розовые фотки тоже были. Вот нашла нежно-розовые и сразу их взяла. Они прикольные. По дому очень клево ходить. И они с такими резиновыми антискользяшками. Это если у вас, как у меня, например, паркет дома, да, там, или линолеум. Бывает, я подскальзываюсь. Да, я могу. Кстати, в фикс прайсе нашла вот такие вот салфетки. Так как я супер ленивая женщина, я решила умываться салфетками. Вот это салфетки влажные с мицеллярной водой. Но они розовенькие и они голубенькие. И хрен его знает, чем они отличаются. И там, и там 60 штук. Влажные салфетки с мицеллярной водой. Содержат смягчающие компоненты PH нейтральной. Вот, чтобы понять, зачем они отличаются друг от друга, а? Все одинаково. Не требует смывания водой. В общем, как вы знаете, я в... Как же называется сайт? Lucky Cosmetics, да. Я там взяла себе для удаления макияжа тоже салфетки. И, кстати, была удивлена, что те салфетки офигенно классно смывают матовые стойкие помады. Просто вот так раз и два. Они потому что там с маслами какими-то салфетки. И они, ну, как бы другие немножко. Но они стоят, конечно же, по-моему, вот эти, я не знаю, 55 рублей что ли. Да, но они стоят не столько. Те стоят 400 с лишним, а эти подешевле. Но они, в принципе, выполняют свою функцию. Они очищают кожу. Матовую помаду так не стирают, я пробовала. Матовую помаду не стирают так, как те салфетки. Но, в принципе, очищать кожу от тональника, от каких-то нестойких, да, или просто протирать даже лицо на ночь, чтобы эти мицеллы, всякие загрязнения наши убирали. Мне кажется, это клево. И я теперь мицеллярную воду не покупаю, и экономия на вате. Ну, не знаю, может не экономия, может быть и поэкономней это будет с ватой и мицеллярной водой. Но как-то с салфетками прикольнее. И здесь классно, что здесь двойная такая защита, чтобы они не, чтобы не попадал воздух, и они быстро не высушивались. Здесь и отлепляется, залепляется, и здесь закрывается. В общем, я просто не видела раньше в фикс-фрайсе такие салфетки. Мне говорили, купи, купи, Фаберлик возьми. Ну, Фаберлик надо тоже попробовать еще. Везде возьми, попробуйте салфетку. Дальше. Решила взять густое масло для волос. Репейное, глубокое увлажнение. Вот такое вот. Для всех типов волос с эффектом биоламинирования. Я еще не успела попробовать, хотя хотела попробовать сначала, потом вам рассказать. Но давайте занюхаем хотя бы. Там, кстати, очень много всего вот в таких баночках там и для волос, и для лица, и глина. Но, честно говоря, в фикс-фрайсе я не рискую брать что-то для лица. Боюсь всяких лишних покраснений каких-то. Вау! Как оно пахнет неожиданно! Такой вкусняшкой! Ой, так как хочется намазать на волосы! Блин, если оно реально такое классное, на волосах будет. А как вот здесь нанести на влажные вымытые волосы, распределить по всей длине, через 3-5 минут смойте водой. Короче, это типа маски. Типа маски такой масляной. Мы наносим, искупались, все наносим, где нам нужно, да, и потом смываем. Короче, я это обязательно попробую и в других фикс-фрайсах вам расскажу. Вот это знаете что? Это ведро. И оно стоит 99 рублей. Оно мне очень понравилось тем, что оно компактное. Я подумала, что это очень клево вообще брать с собой ведро куда-нибудь в машину бросил, и оно не лежит как ведро, а оно как вот просто два круга сложены. А это ведро оказывается. Главное, чтобы это ведро не сломалось, как у меня. Один раз я взяла, налила воды туда, взяла за ручку, и оно у меня развалилось просто. Ну, вообще, это очень прикольно, да? Были разные цвета. Два. Голубой, вот такой синий. Я решила взять голубой, потому что и так много крат. Ну, короче, блин. Класс, да? Вроде нормально сделано. Железное. Закреплено все. Короче, это очень полезная штука, мне кажется, вообще. В машине должно быть. И если в частном, может быть, где-то. Не знаю. Короче, мне кажется, что клевая вещь. Я ее взяла. Вот. Такое ведро. Я вообще очень люблю, честно говоря, компактные вещи всякие. То, что не занимает места, а потом, опа, и превращается во что-то большое. Смотрите, ведро реально крутое. Оно полное. Все нормально поднимается. Стоит. Плотненькое такое. И даже вот как бы не проливается, видите? Вот так можно его... И вот так можно его вылить, не поднимая вообще. Классное все. Крутое ведро. Класс. Смотрите, что я нашла. Фикс Прайси. Короче, она одна стояла. Цвет такой, как вообще на работе. Но я даже не знаю, буду я ее на работу брать или нет. Может быть, я ее оставлю дома. Здесь написано, что это чашка с трубочкой. Одна из подписчиц мне говорила, что здесь должны писать, типа, градусы. А, реально, на картинке. Минус пять плюс девяносто. Плюс девяносто. Это сколько? Ну, это горячее, да? Ну, не кипяток. Ну, как раз я развожу кофе свое. И, наверное, вот кофе свой такой, он горячеватый. Но он там меньше девяносто градусов, мне кажется. Я могу здесь пить. И если вдруг малыш мой вдруг что-нибудь захочет опрокинуть, то ничего не разольется. А главное, красиво. Цвет очень красивый. Короче, она одна была. Если бы там была еще какая-нибудь другого цвета, я бы еще взяла. 77 рублей стоит такая баночка. В таких баночках вообще сейчас в кафе очень часто приносят тоже какие-то кофейные напитки, чай и молочные коктейли. Короче, классная штука. Для малышунки, для своего я все-таки периодически захожу в отдел книг в фикс-прайсе и что-то там приобретаю. Он любит смотреть эти картинки все. Короче, научная литература. Вот такая серия появилась. Вот такая серия появилась. Учимся писать без ошибок. И я, кстати, это взяла не только для него, но он еще маленький. Учимся писать без ошибок. Вы это понимаете, да? Учимся говорить правильно. Это тоже вы понимаете. Он еще у меня только учится говорить, только начинает вообще говорить. А уж правильно говорить. Это дело второе. Развиваем речь, пословицы и поговорки. Ну, вы поняли, да, что это я взяла для себя. Да, ну, не столько я хочу прямо уж там говорить правильно. Я все-таки не хочу, чтобы мои фишечки какие-то в словах уходились, убирались. Я иногда и делаю специальный акцент на этом, когда там говорю намакиваю, намачиваю, намочила там и так далее. То есть в этом что-то есть. Какие-то прикольчики, дергаешь за какие-то ниточки у людей, да, они такие, ой, ой, режет слух. А потом раз и нормально. Но мне хочется знать, как правильно говорится, какие-то определенные слова. Потому что есть слова, которые мы не знаем. Учимся писать без ошибок. Это тоже вот какие-то правила. Мне прям интересно. Я вообще жду, когда малыш пойдет в школу уже. И я с удовольствием с ним пройду всю начальную школу и все предметы. Вот мне сейчас в этом возрасте это очень интересно. С самого начала. И вот вместе с ним, мне кажется, это очень хорошо ляжет мне сюда. Красочность. Достаточно. Так, еще я набрала кучу всего. Это для моей племянницы. Тоже появились еще новые такие прикольные вещи, которые можно делать своими руками. Например, вот фреска. Фреска. Картина из песка. Давайте посмотрим. Я взяла одну вот такого розовенького зайчика. Он был один. А так там еще и лисичка есть оранжевая, хомяки какие-то. Что сюда входит? Входит сюда липкая цветная основа. Снова ее, наверное, нужно отлепить вот так вот, да? И она будет липкая. И входит сюда вот такой набор песочков. Песочков вот в таких пакетиках. Здесь тоже, наверное, надо немножечко надрезать, чтобы песочек очень тоненько сыпался. И нужно его будет сыпать на картинку нашу. И когда песочек прилипнет, в общем-то, закрепить это, наверное, надо будет что-нибудь лаком, например, для волос сверху. И получится у нас такая картина из песка. Но я думаю, что я не буду это делать в отдельном видео. Просто задарю своей племяннице. Еще здесь точно так же и взяла глина объемная, игрушка. Сейчас покажу, что сюда входит в комплект. Сюда уже входит, там мы с вами заливали, помните? А здесь уже как пластилин. Такая глина, как пластилин. Честно говоря, я не знаю, как она укладывается в такую же форму. А, прикиньте, а здесь уже две формочки. Зад и вперед. Как-то мы туда, наверное, эту глину залепляем вот так вот. Потом соединяем. Офигеть. И также сюда входят краски. Точно такие же, как были там. Краски, кстати, классные. Я их не выкинула оттуда, оставила. Мне они понравились тем, что они такие насыщенные и достаточно быстро высыхают потом. Ну, классные. Вот такая вещь новая появилась в Пикси Прайсе. Также еще пластишка. Магниты из теста тоже я взяла вот такие. Мама говорила, что она любит лепить с Настей. Я взяла им тоже. Сюда входят разные цвета пластилина. Тесто. Тесто, которое потом застывает. Мы с вами уже знаем, я как-то брала. Сюда входит ножичек. И вот такой магнитик на липучке. То есть мы сначала вылепливаем по картинке наш рисунок. Потом сзади прилепляем магнитик. И это получается таким магнитиком своими руками, который можно прилепить на холодильник. Я думаю, что это прикольно для деток. Еще я взяла вот такой вот безмен. Безмен. Это для того, чтобы более точно рассчитывать девочкам в своем магазине отправку. Потому что многое зависит от расстояния и веса. И мне хочется взвешивать одежду, да, сколько. Самой как бы все это считать, чтобы более точно. А то мне иногда приходится переплачивать. И смотрите, что я взяла. Вспениватель молока. Ю-ху! Тот, который в Икее я брала за 99 рублей. В фикс-прайсе он за 77. Да еще и цвет, смотрите какой. Там, кстати, я, конечно же, развернула каждую коробочку и посмотрела, что там за цвет внутри. Там были черные. Батарейки в комплекте нет. Там были черные. И вот такие бежевые. Ну, так как у меня черные есть... Сейчас мы найдем батарейки и с вами затестим. Нашла батарейки. Засунула. Закрыла. Вау! Ой, страшно. Она так сильно жужжит, что мне, честно говоря, кажется, что она мне может руки поранить. Один режим здесь. Ну, хорошо будет вспенивать, я вижу уже. Классная штука. Короче, кто не знает, это просто мои постоянные девочки, наверное, знают, кто смотрит меня постоянно, что я люблю кофе латы, и я нашла для себя способ взбивать эту пену. Очень легко и просто, хотя у меня кофемашина есть, которая делает латы. Но мне удобнее всего налил полстакана молока, взбил это все до пены, до самого верха, буквально 3 секунды, прям в стакане. И все, и налил кофе туда. И замечательно. Всполоснул сразу же и положил. Все, она очень удобная. Растрат энергии батареек хватает надолго. У меня та еще работает, все прекрасно. Но это чуть-чуть побольше, мне кажется. Вот эта вот площадь, поверхность чуть-чуть побольше. И, возможно, еще быстрее и больше будет вспенивать пену. И цвет вот этот молочный очень крутой. Заглядывайте в коробочки. Так, ну что, покупки все? Закончены все? Да, я вам все показала, как видите. Одни новинки, реально новинки. Очень круто, я вообще, честно говоря, радуюсь. Фикс Прайс нас будет долго еще радовать своими новинками? Нет. Фикс Прайс еще будет существовать 5 лет? Мало шансов. Почему? Фикс Прайс будет еще год существовать? Не могу сказать. Фикс Прайс будет существовать 2 года? Нет, походу, тут нет. У Фикс Прайса есть недоброжелатели? Ответ нет. Все любят Фикс Прайс? Ответ нет. Половина людей на Земле любит Фикс Прайс? Должно... Тут как... Нет. Выкатилось на нет. Фикс Прайс хороший? Похоже, что да. Продолжать снимать видео о Фикс Прайсе? Звезды говорят нет. А если я хочу, то продолжать снимать видео о Фикс Прайсе? Без сомнений! Ю-ху! Так что Фикс Прайс будет продолжать нас радовать, а я буду продолжать радовать вас и себя. Все, мои хорошие, понравилось мое видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Целую вас и люблю. Пока-пока! И не смотрите, что у меня здесь ободранный ноготь, потому что я собираюсь делать новый цвет. Субтитры сделал DimaTorzok